Хоть мы и знакомы со многими невероятными природными явлениями, такими как Ниагарский водопад и Гранд Каньон, наша планета все же наполнена многочисленными загадками, многие из которых не подвластны даже современной науке. Если вы еще не подписаны на наш канал, то советуем это сделать, с нами очень интересно. Вашему вниманию предоставляется 10 реально существующих мест, существование которых нельзя объяснить. Представляю вам паблик, где вы можете найти много крутых и полезных вещей без затрата времени. В этом паблике представлены дешевые вещи от проверенных продавцов на Алиэкспресс. Взгляните обязательно и подписывайтесь, ссылка в описании. Водопад Чайник Дьявола На северном берегу верхнего озера, расположенного в штате Миннесоты, находится национальный парк судьи Мэгни. Парк назвали в честь бывшего мэра города Дулут, а знаменит он как раз благодаря Чайнику Дьявола. Этот необычный водопад распадается на два, благодаря строению скалы. Половина потока продолжает течь по руслу, а другая половина исчезает в расщелине. Высота водопада, который исчезает под землей, примерно 3 метра. До сих пор не удалось выяснить, где эти два потока снова соединяются в один. Любые вещи, например, камни или шарики для настольного тенниса, брошенные в Чайник Дьявола, после так и не были найдены. Поскольку не удалось определить каналы, по которым может идти поток, все исследования данного природного феномена принято считать опасными. Вулкан Кавахеджен В Индонезии находится шахта по добыче серы, которая расположена на склоне вулкана, но при этом не вызывает риска извержения. И хотя вулкан и является спящим, по ночам можно увидеть светящиеся синие потоки, стекающие вниз по его склонам словно лава. Это явление вызвано именно тем, что шахта расположена внутри вулкана. Из-за жара сернистый газ скапливается и выходит наружу в виде синих языков пламени, которые могут достигать 5 метров в высоту. После этого газ частично затвердевает, образуя жидкую субстанцию, которая и течет вниз. Как только она затвердевает окончательно, ее начинают добывать шахтеры. Сернистый газ токсичен, поэтому при добыче серы необходимо носить специальную маску. Однако многие рабочие не могут себе позволить этого, поэтому вынуждены использовать обычные намоченные водой повязки. Хездоленские огни В сельском местности в центральной Норвегии находится долина Хездолен, над которой по ночам можно увидеть парящие в небе огни белого, желтого и красного цвета. Они получили название Хездоленские огни. Обычно они появляются в темное время суток. Некоторые из них можно наблюдать несколько секунд, другие – до целого часа. Иногда они стремительно мчатся по небу, а иногда двигаются довольно медленно, практически паря. Сообщения о них стали поступать по меньшей мере с 30-х годов прошлого века, и тогда же стали появляться теории возникновения огней. Некоторые ученые полагают, что причина – в ионизированной металлической пыли, но исследования пока не доказали это окончательно. Бермудский треугольник Бермудский треугольник находится в западной части Североатлантического океана и не имеет четких границ, а его вершинами считаются Бермудские острова – Флорида и Пуэрто-Рико. Если верить военно-морскому флоту США, Бермудского треугольника не существует, хотя объяснить, почему в прошлом в этой местности пропадали самолеты и корабли, они не могут. Несмотря на то, что маршруты множества кораблей, так же, как и общественных и частных самолетов пролегают через треугольник, и рейсы проходят без происшествий, были случаи, когда корабль или самолет просто исчезал. Некоторые люди видят причину исчезновения в Атлантиде, потерянном городе, который, по их мнению, находится глубоко под водой в тропической зоне циклонов. Другая теория предполагает, что магнетические аномалии могут искажать показания компасов, и корабль, не имея верного курса, просто теряется в океане. Двойное дерево В Италии, между городами Граной и Казорцо, можно наблюдать довольно необычное явление. По обочине, ограженной забором из-за своей уникальности, растет большое шелковистое дерево, на верхушке которого растет еще одно дерево – вишневое. Случаи, когда деревья росли в качестве паразита после того, как птицы перенесли их семена на другое дерево, уже известны. Тем не менее, деревья-паразиты обычно не успевали вырасти до больших размеров, так как основное дерево их вытесняло. Данное дерево выделяется тем, что обе его составляющие абсолютно здоровы, а их диаметр кроны достигает 5 метров. Феномен получил название двойное дерево Казорцо, которое радует глаз вот уже много лет. Кипящая река Глубоко в джунглях Амазонки течет река длиной в 4 мили, которая в прямом смысле этого слова кипит. Температура в Шанай-Димпишке достигает 91 градуса по Цельсию и сваривает все живое, что попадает в нее. Чтобы вода в реке достигала такой температуры, обычно неподалеку должен находиться вулкан, но ближайший вулкан находится лишь на расстоянии 700 километров. Были замечены случаи, когда животные падали в реку и сваривали заживо. Ученые считают, что причиной такой высокой температуры – линия разлома земной коры, проходящая под рекой, но на практике это пока что не было доказано. Колодец, превращающий в камень В северном яркшире Англии, на берегу реки Нид, находится одна из старейших достопримечательностей Великобритании – пещера, которая, согласно легенде, была проклята дьяволом или ведьмой, находится возле города Нерсборо и напоминает скорее место из книги ужасов или фантастики. Вход в пещеру в некоторой степени напоминает череп, однако самое необычное свойство данной пещеры – все, чего бы она ни коснулась, превращается в камень. Предметы, которые были оставлены возле пещеры, словно по волшебству превращаются в камень за очень короткий срок. В воде учеными был найден необычно высокий уровень содержания минералов. Этот факт может объяснить само появление твердой скорлупы на предметах, подобной по структуре сталагмитам. Но почему это происходит так быстро, остается загадкой. Сталактитам и сталагмитам требуются века, чтобы окончательно сформироваться, а окаменение предметов в этой пещере происходит за недели или месяцы в зависимости от размера предмета. Подводный парк В Австрии, неподалеку от Хошваб, находится прекрасный парк, оборудованный скамейками с проложенными туристическими тропинками, по которому можно гулять летом и осенью. Зимой сам парк, как и ближайший городок Трагос, заметает снегом. С приходом весны снег тает, и талой воды образуется так много, что озеро Грюнерзе, находящееся рядом, разливается и затапливает парк. В это время ныряльщики могут исследовать подводный мир, в котором мосты и скамейки становятся домом для форели, а также расцветают альпийские цветы. Вода отступает в середине лета, и парк снова становится доступен обычным туристам. Бесконечные бури с молниями Если вы боитесь молний, то западная Венесуэла вам не понравится. Над рекой Кататумба грозовые молнии сверкаются почти каждую ночь, с 7 часов вечера и до самого рассвета. Молнии могут разрезать небо над водой 260 ночей в году и чаще. В 2010 году молний не было сразу 6 недель подряд, и ученые стали сомневаться, появятся ли они снова. После этого перерыва штормы продолжили бушевать над рекой, а ученые продолжили попытки найти причину их происхождения. Одной из версий пыли залежи урана в почве, но данную теорию вскоре сочли неверной. На этом все друзья, я надеюсь вам понравился этот ролик, если это так, то почему бы не поставить лайк и не подписаться на канал. Хорошего всем настроения и до встречи!